Фракция «Единая Россия» в Губернской Думе внесла поправки в бюджет на 2018 год. Инициативы касаются решения вопросов в сфере социальной защиты населения. Предлагаемые меры поддержки должны охватить сотни тысяч жителей региона. Так, в проекте главного финансового документа предлагается уделить особое внимание программе «Молодой семье. Доступное жилье». За планированную сумму, это почти 200 миллионов рублей, депутаты рекомендуют увеличить еще на 85 миллионов. С учетом софинансирования из федерального бюджета это поможет улучшить жилищные условия более 200 семей. Еще одна социальная поправка касается повышения зарплаты работников в бюджетной сфере. Конечно, здесь нужно говорить о людях. Поэтому примерные цифры, которые люди получат в повышении зарплаты, 70 тысяч человек это в здравоохранении, 50 тысяч в образовании. Практически такие же цифры и в социальной сфере, в культуре и спорте. Поэтому мы говорим о том количестве людей, которые получат пусть небольшую на 4% прибавку к заработной плате, но этого не было с 2013 года. Также единороссы внесли поправки, касаемые дополнительной поддержки села и аграрного сектора. 334 миллиона рублей планируется выделить на реализацию программы устойчивое развитие сельских территорий и на развитие миллиардации. Люди, которые занимаются продовольственной безопасностью нашей страны, это невысокие слова, должны проживать в комфортных условиях. В эту программу входит все. От дворов до газификации, крыши, все что угодно. Все, что необходимо для комфортного проживания на сельской территории. Поэтому завтра на комитете я эту поправку буду озвучивать и просить коллег-депутатов по комитету ее поддержать. 140 миллионов рублей парламентария от «Единой России» предложили изыскать на проведение медосмотров педагогов Самарской области. Все сотрудники, которые работают с детьми, должны регулярно проходить медицинский осмотр. Но это очень серьезно. Это тоже касается многих десятков и даже сотен тысяч людей. Над этим поправкой очень много работали. Работали комитеты, работали председатели. Было несколько совещаний у Игоря Федоровича Сазонова, где присутствовали заместители и председатели. Думаю, председатели пришли к единой позиции. Что вот эти четыре поправки, о которых вам уже говорили, они значимы для всех. Своё отражение в проекте бюджета нашла и инициатива главы региона Дмитрия Азарова о пересмотре подхода к предоставлению мер соцподдержки работающим ветеранам труда и труженикам тыла. На эти цели в 2018 году дополнительно выделено 430 миллионов рублей. Депутаты, те, которые голосовали за изменение бюджета, они как раз проголосовали за дополнительные меры социальной поддержки ветеранам. И это нужно отметить. И, конечно, я этому очень рад, поскольку мы обсуждали, вы знаете, я принял решение оперативное по данному вопросу. Но в дальнейшем напомню, что рабочая группа продолжает трудиться в губернской думе. Задача перед этой рабочей группой стоит масштабная и сложная. Создать новую систему мер социальной поддержки.